Глава пятая. Таинство причастия, брака и смерти. Вторник, 4 декабря 1917 года. Сегодня мы поговорим с вами о таинствах, принятых в христианстве, хорошо известных и очень важных для каждого, кто исповедует Христа своим учителем. Причащение его телом и кровью – одно из таких таинств, сопровождающие христианина всю его жизнь. У него много аспектов, касающихся как помощи, которую оно оказывает верующим, так и учения, которые оно в себя заключает. И мы хотели бы начать именно с него. Сперма о его происхождении. Из имеющихся у вас писаний вы можете заключить, что они несут к вам через века лишь малую часть того учения, которое на самом деле за ними стоит. Самого беглого прочтения достаточно, чтобы понять это. И хотя эти писания в основных своих положениях согласуются друг с другом, но один вопрос, даже второстепенный, не описывается в них совершенную ясностью. Вы должны знать, что этих писаний на самом деле гораздо больше, нежели известно вам на Земле. Просто многие из них были либо уничтожены, либо утеряны и ждут теперь часа, когда они снова станут известны человечеству. Но мы располагаем всеми текстами писаний и учимся по ним. На их основе мы и построим наш рассказ. Учитель Иисус готовился к переходу из воплощенного состояния в развоплощенное. Зная это, он собрал вокруг себя двенадцать и установил между ними ритуал воспоминания и сопричастности, благодаря которому и они, и те, кто придет им на смену, могли бы время от времени приближаться к нему, дабы приобщиться к той жизни, источником которой он является. Вспомните один из наших рассказов, в котором мы говорили о трех способах общения. И вы поймете, что пульсация, идущая от него к вам жизненного потока, настолько интенсивна и чувствительна, что даже самое незначительное возмущение в системе этих вибраций, охватывающих без какого-либо изменения своих свойств огромные пространства, составляющие его царство, настолько живо и явственно отражается в сердце и источнике всей системы, что не может не вызвать незамедлительный отклик с его стороны. В земной сфере нет ничего настолько же интенсивного и всеобъемлющего, чтобы мы могли пояснить свою мысль каким-нибудь понятным для вас примером. Все, что мы можем сделать, это напомнить вам следующее. Чем выше скорость потока каких-либо организованных частиц, тем заметнее нарушает их организацию и отклоняет от первоначального направления любое, даже небольшое внешнее воздействие. Вот что мы хотели рассказать вам о потоке жизненной силы, исходящей от Отца, накапливающейся в Христе, видоизменяющейся в соответствии с его природой и излучаемой затем волнами во всех направлениях до самых дальних пределов его царства. И влиять на это излучение можно осознанным жертвоприношением, хлеба и вина, сопровождаемых словами молитвы в соответствии с установленным им ритуалом приобщения. Слова молитвы направляют на участвующие в ритуале предметы жизненный поток, что наполняет их его жизнью и превращает, как он сам говорил, в его тело и кровь. И та молитва, которой вы ныне пользуетесь, это не просто просьба, но согласие участников ритуала принять в себя его жизнь. Ибо без такого согласия люди не могут получить благословение. Согласие может быть молчаливым, ведь источником ответных пульсаций является дух, который устремляется вверх навстречу льющимся на землю потоку его жизни. Встречает этот поток Христа, подобно тем, кто пришел из Иерусалима, чтобы встретить его, когда он подъезжал к городу, через гору Елеонскую, смешиваясь с ним и подчиняясь его неодолимой силе. Поворачивает назад, после чего уже оба потока, святые воедино, нисходят на собравшихся, от которых исходил первоначальный молитвенный импульс. Таким образом, благословение имеет тройственный эффект. Во-первых, устанавливается связь духа с духом, духа молящихся с их Господом и Учителем. Во-вторых, обретает дополнительную силу и здоровье оболочка духа, душа. И в-третьих, естественным результатом этих действий, направленных как от внешнего к внутреннему, так и от внутреннего к внешнему, является вливание внутренней жизненной силы в самую дальнюю оболочку, материальное тело. Этот процесс мы могли бы назвать оживлением или стимулированием тела Христа, благодаря влиянию его жизни из источника или центра, через промежуточные сферы на дальние окраины. У этого таинства есть еще один аспект, о котором мы сейчас расскажем, но очень кратко, поскольку нет никакой необходимости рассказывать обо всех его значениях и во всех подробностях. Вы все равно не поймете наших слов, а ваши слова нам в этом случае вряд ли помогут. Внутренний сокровенный смысл таинства невозможно передать ни одним земным языком, но только тем, на котором говорят в сферах далеких от вас, более возвышенных и более приближенных к Христу. Как он и говорил, две самых обычных на земле вещи – хлеб и вино – действительно превращаются в его тело и его кровь, и становятся таким образом частью того, кому принадлежат эти слова. Некоторые люди спрашивали, как же это могло быть в тот раз, когда они были произнесены впервые им самим, ведь тогда он еще жил на земле в теле из плоти. Они не знали, что каждый человек тоже оказывает влияние на окружающие его вещи, и делают это всю свою жизнь, непрерывно, без конца. Одежда, которую он носил, но затем снял, продолжает сохранять отпечаток его личности. Любая вещь, к которой он прикоснулся, каждый дом, в котором он жил, все они сохраняют неизгладимый след присущих ему качеств, след, который может затем обнаружить каждый, кто умеет распознавать такие следы. Так же, как он делился своей оживляющей силой с больными и кубечными в Иудее и Галилее, и как он передавал свою жизнь апостолам, вдохновляя их силой своего духа, так и на хлеб и вино он направил поток своей жизненной энергии, и они в действительности превратились в его тело и его кровь. И так продолжается до сих пор, ибо он не стал бы предлагать столь великое на столь малый срок, пока не будет съедена освященная им пища, а тело его предано распятью. Нет, источником живой воды, воздействующим на хлеб и вино, на апостола и на множество других людей, является не его материальное тело, которым он пользовался совсем недолго, после чего оставил, снял его с себя, как снимают по возвращении домой ненужный более плащ. Это также и не духовное тело, служившее чем-то против водопровода, по которому вода поступала из своего источника. Настоящим источником был и остается сам Дух, Христос, и неважно, заключен ли он в плотную оболочку или же нет. Для силы и власти Духа наличие, либо отсутствие оболочек не имеет практически никакого значения, поскольку отражается только на форме их проявления. Но проявленная вещь остается внутренне неизменной, какой бы вид она ни принимала. Таким образом, мы можем с полным правом заявить, что хлеб и вино на их последней совместной трапезе, по его воле и желанию, превратились во внестилище его жизненной силы, а стало быть, в его тело и его кровь. И хотя то, что он уже давно покинул свое материальное тело, не позволяет ему с такой же легкостью повторять это снова, справедливо также и обратное. Отсутствие такого дополнительного посредника, как физическая оболочка Христа, открывает возможности для установления непосредственной связи с ним, Духом. Во всяком случае, отсутствие физического тела уж точно никак не препятствует исходящему от него живительному потоку наполнять собою хлеб и вино, приготовленные для обряда. И когда распорядитель обряда, священник, заручившись согласием собравшихся, возлагает перед ними тело и кровь и молит о жертве того, кто живет теперь необычайно возвышенной жизнью, он кладет при этом руку на грудь Господа своего и стараясь разглядеть те царства, в которых пребывают ангелы, в том числе и правящие ангелы. И может быть, лик самого отца просит его сына о любви к несчастному человечеству и о помощи ему, дабы люди смогли стать такими же прекрасными, как и он сам. И если этот священник прост разумом и сердцем чист, как ребенок, он почувствует в груди под своей рукой тихое, но уверенное биение единого, неутомимого сердца всего нынешнего христианства и поймет, то, что он считал для себя непосильным, его слаб человек теперь станет для него возможным, благодаря той энергии жизни, которая приходит на помощь изнутри. И его молитва, обращенная к Отцу, обязательно достигнет сияющих сфер, где господствует чистота, святость и покой, потому что он непримерно исполнит свое обещание и присовокупит полный сострадание вздох своего сердца к мольбам человеческим, и будут они услышаны во имя его. Среда, 5 декабря 1917 года. То, о чем мы вам рассказывали прошлой ночью, друг, касается преимущественно только одного Таинства, хотя и самого важного среди всех прочих. Но теперь мы поведаем вам кое-что и о других, более скромных Таинствах, о том, какими они представляются нам, и какую роль играют в жизни тех, кто признал Христа своим наставником и повелителем. Заметим, что слово Таинство мы используем не в узком, урезанном до предела церковном понимании, но так как оно звучит в наших царствах, где мы можем наблюдать сам первоисточник силы и жизненной энергии, поскольку стоим к нему несравнимо ближе. Поговорим сперва о браке, как о соединении творческих способностей двух человек. Люди привыкли считать разделение по половому признаку абсолютно естественным явлением, и не сомневаются в том, что соединением мужчин и женщины достигается гармония между противоположными полами. Но такое разделение вовсе не является обязательным. Люди могли быть и гермафродитами. Просто еще задолго до начала нынешней материальной вечности сыновья Бога создавали идеальную в своем представлении форму и посовещавшись, решили, что одним из законов, которым они будут руководствоваться в дальнейшей работе, должно стать даже не столько разделение расы на два пола, как это утверждает ваша философия, сколько введение пола в будущую эволюцию бытия как одного из новых элементов на том непродолжительном этапе, когда бытие входит в материю и приобретает форму. Индивидуальность возникла еще до того, как появилась форма. Но форма наделила индивидуальность неповторимыми ей одной присущими характеристиками. И в результате дальнейшей эволюции конкретных форм появилась личность, нуждающаяся в восстановлении гармонии. Так новый элемент пол произвел личностное разделение, но он же и воссоздает единство, образуемое двумя людьми. Вместе мужчина и женщина составляют единый пол, как плоть и кровь составляют одно тело. Насколько мы можем судить, это разделение, некогда предопределенное вышестоящими, было продиктовано стремлением помочь человечеству лучше познать самое себя. Это великая тайна, и даже здесь, в наших сферах, мы не можем похвастаться тем, что полностью владеем ею. Но мы знаем, что сотворение двух элементов, мужского и женского, было предпринято, чтобы человеческой расе легче было осознать то единство, из которого она никогда вышла, и в которое вернется, когда окончательно завершит поворот в сторону восхождения от материи к духу. Два великих принципа, заключенных в божественном единении, были превращены в два различных типа существ, дабы их смогли постичь и изучить те, кто не способен изучать их в единстве. Когда мужчина думает о женщине, он тем самым изучает часть самого себя, и в точности то же самое можно сказать о женщине, которая думает о мужчине. В других эволюционных вечностях, предшествовавших нынешней вечности материи и формы, они были едины, и снова станут едиными в тех вечностях, которые последуют за нашей. Для того, чтобы это сущностное единство, свойственное стоящим за нашими спинами мирам, смогло быть заново воссоздано в будущих мирах, необходимо, чтобы оба элемента сочетались в одном субъекте, составляющем структурную частицу всей расы. Потому-то и возник брак, ставший поворотной точкой в судьбе расы. С того самого момента, когда в сердце изначального родился первый импульс, движение, вылившегося в результате в череду эонов эволюции, основным принципом всего процесса развития был переход от однородности ко все более усложняющемуся многообразию, приведший к возникновению принципов индивидуальности, личности и формы. И последним, крайним проявлением дифференциации стало формирование двух аспектов функции воспроизведения, именуемое вами разделением по половому признаку. Это и есть высшая точка в развитии многообразия, как в принципе, так и в действии. Отсюда берет свое начало обратный импульс, замедляющий продвижение эволюции в сторону дифференциации. Два разнополых существа, снова слившиеся поедино, являются первым шагом к единству бытия, который есть Бог. Духовное и физическое соединение двух элементов рождает третий, объединяющий в себе оба элемента в одном лице. Господь Иисус был совершенным сыном человечества, и природа его в духовном плане представляет собою смешение мужских и женских достоинств, пребывающих в гармоничном равенстве. Этот закон справедлив не только для души, но и для тела, ибо на груди своей каждый мужчина носит парные знаки былой женственности, а любой физиолог скажет вам, что подобные соответствия, указующие на некогда единую природу человечества, можно найти и в других частях тела. Благодаря этому слиянию, двух существ в одно, столетия спустя, в иных, возвышенных мирах, ставший более совершенным человек, достигнет абсолютно гармоничного бытия. Человек поймет, что подарив себя и свою любовь другому, позабыв о себе, он научится наконец по-настоящему любить себя самого, что отказавшись от удовлетворения собственной личности, он даст себе больше, чем когда бы то ни было раньше. И чем сильнее он будет презирать собственную жизнь, тем больше жизни ему будет дано в светлых и вечных сферах. Вы знаете, кто учил этому, и знаете, что сказанное им отнюдь не курьез, и не какое-нибудь непроверенное предположение. И вы, и мы беспрестанно усваиваем этот великий урок, и до полного его постижения и вам, и нам еще далеко, но он его уже постиг. Четверг, 6 декабря 1917 года Все, что мы до сих пор диктовали вам, друг, представляет собой очень краткое, практически лишенное каких-либо подробностей изложение. У нас нет возможности передать вам в полном объеме даже то, что мы в состоянии передать, ибо в противном случае наши рассказы оказались бы перегруженными и непривычной для вашего восприятия информацией, а вы сами лишились бы возможности активизировать свое воображение, стараясь самостоятельно проникнуть в подлинный смысл вещей. Мы даем вам достаточно зерна для того, чтобы вы могли испечь себе пирог. И если вам по вкусу наше угощение, то параллельно с нашим начинайте выращивать собственное зерно. Сами обмолачивайте его, сами мелите, сами месите тесто, ибо человек более всего ценит плоды собственного труда. Так вы сможете принести больше пользы и самому себе, и тем, кто будет затем читать написанное вами. Точно так же мы намерены поступать и в дальнейшем. Когда мы говорили о браке, как о поворотной точке эволюционного цикла бытия, мы рассматривали его в общем и целом, не вдаваясь в детали. Теперь же мы намерены более подробно рассказать вам о главном предназначении брака, воссоединении человеческой единицы, пусть даже с преобладанием мужского или женского элемента. Эта человеческая единица рождается, как вы сами сможете заметить, из четырех элементов. Это мужской и женский элементы, заключенные в мужчине, и опять же, мужской и женский элементы, заключенные в женщине. Только у отца преобладает мужественность, а у матери женственность. Объединение всех этих четырех элементов, или скорее четырех аспектов одного элемента, а еще вернее, двух аспектов и двух под аспектов одного и того же. В одном потомке влечет за собой, во-первых, их умножение, а во-вторых, их восстановление, которое может произойти в какой угодно пропорции, чтобы снова явить в вашем мире внутренний принцип пола, форме нового человека, мужчины или женщины. Такое дитя прошедших вечностей начинает жить собственной жизнью в ожидании будущих вечностей, которые снова все изменят. Сэр, скажите, о каком из таинств вы расскажете в следующий раз? О таинстве смерти, друг, как это не удивительно для вас? И чем бы была наша жизнь, если бы в ней не было сюрпризов, ибо они, как смена времен года, призваны подчеркнуть тот факт, что инертность не способствует прогрессу, а прогресс является величайшей целью Божественной Вселенной. Вряд ли бы вы назвали смерть священным таинством, но для нас и рождение, и смерть – настоящие таинства. И если брак называется так по праву, то ведь рождение – это естественное следствие брака, а смерть – естественное следствие рождения. В момент рождения дитя выходит из темноты на солнечный свет, а в момент смерти дитя родится для еще более яркого света Божьих небес, не больше и не меньше. При рождении ребенок освобождается в Царстве Божьем, при крещении допускается в Царство Божьего Сына. Смерть же освобождает его от привязанности к тем сферам, в которых он обучился служению, пока жил в земной области этого царства. В рождении он становится человеком, в крещении осознает себя человеком, отдавая себя на служение под знаменем своего царя. А в смерти переходит к еще более масштабному служению, то есть кто служил хорошо, становятся надежными проверенными солдатами, те, кто служил еще лучше – офицерами, а те, кто превзошел всех в служении – правящими ангелами. Смерть, следовательно, ничего не прекращает, но, напротив, развивает ранее начатое. И коль скоро она отделяет земную стадию жизни от жизни в сферах, смерть священна, ибо она освещает зону перехода, в которой предыдущий этап смешивается с последующим. Поэтому смерть для нас – таинство, в нашем понимании этого слова. Как видите, мы сказали вам кое-что и о крещении. И если мы не останавливаемся на этой теме подробно, то, поверьте, вовсе не потому, что мы не осознаем всей важности этого таинства для дальнейшего служения Христу, но только потому, что нам нужно сообщить вам и о многих других столь же важных вещах, последовательность изложения которых нам не следует нарушать во избежание утонницы. Итак, еще несколько слов о таинстве смерти. Когда для человека приближается решающий час перехода из одной сферы в другую, в нем происходит консолидация определенного рода элементов, созданных и собранных за время жизни на Земле. Это накопленные частицы приобретенного им опыта, его надежды, мотивы, стремления, любовь и прочие переживания, действительно важные для человека. Эти частицы распылены во всем его теле и к тому же окружают его со всех сторон. По мере приближения решающего часа все эти частицы собираются вместе, формируя человеческую душу. Потом эта душа будет осторожно отделена от своей материальной оболочки и обретет свободу, как тело человека, предназначенное для следующей стадии эволюции в Божьих небесах. Но смерть иногда приходит неожиданно и преждевременно, когда душа еще не настолько сформировалась, чтобы быть полностью здоровой и достаточно сильной для того, чтобы двигаться дальше. Тогда ей необходима отсрочка для того, чтобы извлечь все необходимые для нее элементы из материального тела и создать из них полноценное духовное тело. Только после этого душа сможет продолжить свое восхождение. Пока же этого не произошло, человек не может окончательно родиться в духе. Это похоже на преждевременные роды на Земле, когда ребенок появляется на свет слабым, но постепенно выздоравливает по мере накопления тех сил, которые он недополучил, пока был в материнской утробе. Итак, мы говорим, что смерть это таинство, и святость ее не вызывает у нас сомнений. Но некоторые представители вашей расы, кстати, их гораздо больше, чем вы думаете, смогли сбросить свои земные тела и без этого постепенного распада, что, впрочем, равносильно смерти в глазах людей, так как в обоих случаях действительно происходят идентичные процессы. А для того, чтобы смерть и у других людей вызывала должное уважение, тот, кто является властелином жизни, сам решился пройти этот путь от земной жизни к жизни вечной, и этой смертью своей показал, что невзирая на различия оценок, которые люди дают такому явлению, как смерть, она является неизбежным событием в жизни человечества, закономерным этапом его восхождения к истокам реки жизни, изливающейся из сердца Бога.